Вот по поводу недвижимости, если говорить про город Сосновый Бор. Что я вообще думаю? А думаю я следующее. Стоимость недвижимости, можно вообще проследить, каким образом реагирует аренда на изменение запроса. Вот первый показатель, вообще первый индикатор того, что стоимость недвижимости будет расти, либо будет падать, как раз является аренда. Если мы сейчас будем говорить про Сосновый Бор, то сейчас идет, скажем так, назовем это пересменка, когда один объект уже закончен в плане строительства, а до нового еще нужно определенное время, то есть порядка полутора-двух лет для того, чтобы сюда приехали новые люди. Это говорит о том, что стоимость и ценность недвижимости на рынке, на котором можно что-то заработать, как, условно говоря, инвестировать деньги в недвижимость, она становится менее привлекательной. Потому что налоги, потому что коммунальные услуги, они растут, они седают львиную долю вашего дохода, поэтому замуровать ваши деньги просто в бетон, это не логично. Михалыч, знаешь, что пытаются намекнуть, ребята, я, короче, да, вам рекомендую закрыть сейчас все на полтора-два года ваши гостиницы, квартиры, которые вы сдаете, потому что вы прогорите, вы прогорите. Да, на самом деле, ты правильно говоришь. А гостиница Виктория выживет? Ну, здесь связано не просто, почему она выживет, потому что во главе ее находится я. Нет, моя задача все-таки просчитывать риски. Нет, я слушаю, я сейчас дам просто пару рекомендаций. Ты почему чужие риски просчитываешь? Ну, давай договоримся. Увидите с рынком, не мешайте мне работать. Вот и сформировали новый формат новостей. Наконец-то хоть что-то веселое. Ну, давай я буду доказывать эту идею, что она жизнеспособна. Виктория, вы же... Я арендовал всем недавно тоже одну квартиру. Слушай, как недавно? Лет восемь сдаю. Полтора года. Полтора года я арендовал одну квартиру, я на ней зарабатывал. Я, признаюсь, показывался только что. Так. Одну из 30 квартир. Ладно. Раньше у меня было 45 квартир, стало неинтересно. С точки зрения ведения бизнеса это неинтересно, когда у тебя много квартир, у тебя очень много накладных расходов и лучше их немножко, скажем так, укропнить. Это было когда-то, еще принято давным-давно это решение, что нужно двигаться немножко в другом направлении. Так вот, если говорить про недвижимость, я отказался от этой квартиры. Достаточно хорошая, кстати, квартира в хорошем новом доме. Действительно, реально этот дом заинтересован, но нету клиентов. Вот нету клиентов, я, естественно, отказался. И человек приходит ко мне, то есть я сдаю квартиру, я ему объясняю, что существует. Да, ну, смотрит и смотрит, это уже дело, как говорится, третий. Он же сшил эту куклу и в тебя иголки втык. А ты можешь еще раз показать, что он сделал с собой? Спасибо тебе, мой друг. Вот. Ты знаешь, у человека боль в глазах, боль в глазах. Как я дальше буду зарабатывать? Одна квартира, не одна квартира. А в пандемии себя очень хорошо зарекомендовал именно жилая недвижимость. То есть не коммерческая, а жилая недвижимость. А сейчас, если говорить про город Сосновый Бор, жилая недвижимость начинает хромать. Тут коммерческая, про коммерческие, я сейчас про торговый центр могу долго вещать, что они достаточно серьезно невыгодные, я бы не стал бы вкладывать. То есть, конечно, есть люди, которые по старинке вкладывают, как мы рассказывали, там двери постоянно продают. Скажи, пожалуйста, с тих порожитых лет, если сейчас все по дешевке сдадут тебе квартиры, ты сможешь им хоть какую-то, знаешь, дать в надежду на то, что они полтора года проживут, пока новая стройка не началась? Ты знаешь, вот... Кому идти, вот как Моисей. Ты можешь быть Моисеем в Сосновом Бору? Могу. Смотри, вот у тебя есть что? Я не скажу что, потому что вдруг придут. Хорошо. Вот послушай, у тебя есть что? Какой-то объект недвижимости, который чего-то стоит. Давай вот исходить из этого. Второе условие для решения задачи. У нас есть время. Сколько? Полтора, два года. Слушай, у тебя есть что? Оно сколько-то стоит? Я должен заработать примерно половину того, что ты пытаешься заработать. И тогда мне будет выгодно. И тогда Моисей придет и спасет твою тонущую лодку. Давай я договорю, потому что, знаешь, ты перебиваешь. Это прекрасно, кстати, введение новостей. Я еще не пробовал. Ты никогда не пробовал общаться во время того, как ты ведешь новости с людьми. Там что-то смотрят. Привет, люди, скажи. Здравствуй, народ. Так вот, смотри. Если мы знаем, что у нас в течение полутора-двух лет, особо каких-то телодвижений не будет. Если у нас есть объект, который сейчас имеет какую-то стоимость. Завтра? О, на этой стоимости. Но третий пункт, да, что этот объект требует каких-то расходов, надо принять уже решение здесь и сейчас. Это, скажем так, среднесрочное решение. И если сейчас ваш объект стоит, например, полтора миллиона или три с половиной миллиона, то, может быть, стоит здесь его продать и вложить, например, в тот объект, который, например, строится на этапах котлована. Например, как вариант. Очень хорошая идея. Я занимаюсь строительством домов. Вы можете продать свою квартиру и вложиться в постройку домов в Ропше. Не, ну шутки, шутки. Ну ты уже сколько? Два дома построил или три, да? Ну куда сейчас закопать деньги? Нет, как самостроительная бригада, мы построили уже больше домов. Больше домов? Вот, куда сейчас отнести деньги? К Михаилу! Компании Строй Инвест Диджитал Сервис. Четыре дома и залито порядка восьми фундаментов. Просто. Представляешь, да. Но ты не подсказываешь людям, куда деньги отнести, правильно? Слушай, мне сегодня позвонила женщина. Она мне начинает... Вот, кстати, по потребностям, да? Вот, записывай, кстати. Возможно, к тебе. Она говорит, слушай, я развожусь с мужем. Ты чувствуешь, что это уже... Это уже, да. Развожусь с мужем. У меня, говорит, четверо детей. Окей. Так. Я хочу... Мы хотим... Ну, я хочу... Я хочу или мы хотим... Я хочу или мы хотим... Я хочу или мы хотим продать квартиру. Так. Она, наверное, хочет больше, чем... У нее находится объект, и у нее достраивается дом. Там. То есть она хочет продать квартиру, и вот эти деньги, которые у нее появятся, она тоже хочет, как мы. Как мы? Вложить деньги, как наша компания, вложить деньги, инвестировать и что-то на этом заработать. И спрашивают, а какой у тебя выход? Я говорю, понимаете, это коммерческая, говорю, тайна. Но для того, чтобы прочитать ее примерно сами для себя, то вы должны прекрасно понимать. Вот есть стоимость материалов, есть стоимость работы, есть стоимость земли. И есть та сумма, за которую вы можете реализовать ваш объект. И вот ваша чистая прибыль, послушаем, да, она как раз вот вообще процентом соотношения. Сколько ты зарабатываешь? Вот, например, ты вложил 5 миллионов. И за год, например, заработал 1 миллион, да, то мы можем понять, какой вообще процент, да, дохода. А если ты положишь просто в банк эти 5 миллионов, да, но тебе гарантированно банк дает там, например, 3-4 процента годовых, да, это тоже неплохо. 3-10 инфляции процентов. Ну, это понятно. Это немножко другой вот вариант. Да, да, ты проиграл. Это тоже инвестиции, которые люди могут вкладывать. Михаилыч, мне очень важен вопрос. Но теперь смотри, вопрос нужно задать. В чем разница закопать бетон, покупая деньги в бетон, покупая квартиру, и закопая деньги в бетон, покупая у вас дома в ропше? Я объясню, в чем вообще прелесть. Нет, ну, хороший вопрос. Что этот рынок сейчас, это очень перспективный рынок. Еще раз говорю, я не занимаюсь... Квартира так не вырастет в деньгах, как вырастет дом? Если ты, ну, дом загородной недвижимости... Вот послушайте внимательно. Вот очень важный момент, вот еще раз говорю, вот дайте вас договорить эту фразу. Почему загородная недвижимость будет расти? Почему? Самый главный вообще ответ на этот вопрос дает как раз пандемия. Люди устали жить в человейниках. Да, отлично, молодец. Опять ниггер! Да. И самое главное, кроме того, что они устали жить там, поменялась вообще концепция, вообще подход... Есть компания «Северстройинвест». СПБ. СПБ. Ищите нас в клубе. Я сейчас к чему. Что поменялась вообще концепция работать. Сейчас можно выполнять работу, потому что же многие... Как сказал государство, правительство, да, ребят, вы должны 40% вашего там... Персонала держать на удаленке. Ну, это что? Но держались на удаленке. И зачем тебе жить тогда в человейнике, стоит вопрос. Чем? И, кстати, ну почему будет расти вообще ценность загородной недвижимости? Потому что люди будут... Они не хотят уехать из Санкт-Петербурга или там уехать из Москвы. Они уже привыкли. Но они не хотят жить в человейнике. Вы знаете, что я не хочу, Михаил Ильич? Что назамен вы можете предложить как рынку здоровому, колоссальному? Михаил Ильич. Как раз загородную недвижимость, которая находится рядом с большими городами. Мне вот нужен пруд. Будет только растение. Мне нужен пруд. Да. Мне нужно, чтобы вышки 5G не звездели, да? Вот. Мне нужно в пробках не стоять, потому что я работаю на удаленке. Я реально понимаю, что я, продав свою хатку в человейнике, могу замахнуться аж на дом с банькой. Либо на два маленькие дома. Для меня и для моих детей. И моему дитю 10 лет. Знаешь, как я… Как раз строй инвест диджитал сервис за оставшиеся 8 лет построит мне дом, чтобы ребенок… За оставшиеся 8 лет. И еще останется денег, чтобы потом… Не, ну а кроме шуток, смотри. Вот сейчас, например, у человека есть 7-8-6 миллионов, да, например. Даже меньше даже есть, да? Вот. Он видит твое честное лицо. Ну реально, тебе можно доверять, да? Ты много лет уже работаешь на рынке. Смотри. Ты же можешь к сентябрю сделать ему дом под ключ. Правильно, можешь? Можно быстрее. Вот я что и говорю, да, то есть у него есть сейчас деньги, если он их оставит в кубышке, они у него по сути инфляции сожрутся, неизвестно, что будет. А если он вложится в строительство, у него будет дом, который за год, за два, за три, он еще подорожает. Ну, в половину, это точно. Сейчас вот вообще честно тебе скажу. Я пошел квартиру продавать, не могу уже сидеть, я пошел. Стоимость материалов за полгода выросла на треть. В июле, да? Нет, ну, скажем так, стопроцентный прирост. Дороже стало? Ну, доска стоила 486. То есть год назад дешевле было дом построить, чем сейчас? В 860 стоит доска 50 миллиметров. А гвозди? А все подорожало. Металл подорожал. Бетон подорожал. Все подорожало. Вот, поэтому ты знаешь, сейчас начинаешь задумываться, а что ты будешь с этими деньгами-то делать? Так они дешевеют, они реально дешевеют. Сейчас все побежали покупать недвижку, думают, это не недвижка дороже стала, рубль подешевел, он вообще ничего не стоит. Как сохранить его на года? Строй инвест сервис монтаж. Как правильно называется ваша компания? Строй инвест. Строй инвест сервис? Да, трой инвест. Просто строй инвест. Что означает, мы и строим, мы и инвестируем. Инвестируем, SPB. Да, SPB, хорошо. Суть нашей компании сводится к тому, что мы, точнее, я вот так как бы подумал, да, и нашел в себе компаньона, с которым мы реализуем такую вот концепцию, что есть желание просто помогать людям, чтобы они, вот эта мечта, дом хорош, красивый, просторный, теплый, уютный дом, недостроенный, был вашей крустальной мечтой. Вот, а на выходе действительно, нет, на самом деле даже мы не сдаем, знаешь, вот недостроенный дом. То есть там поэтапно идут какие-то процессы. То есть дом вам не сдадут никогда? Нет, мы не так это. Нет, не так это немножко. Я сейчас к чему, что покупая у нас дом, или есть вообще несколько вариантов приобрести дом. Стать соинвестором, да, принять участие, заработать деньги. Стать рейдером, захватить чужой дом. Заработать деньги, либо второй вариант. Забрать у богатых, отдать бедных. Стать соинвестором и построить себе дом, ну, то есть инвестируй поэтапно, да, например, ты понимаешь, что ты зарабатываешь по полмиллиона, например, в месяц, и ты готов сейчас вот переехать и строиться. И поэтапно ты вкладываешь деньги, да, и мы тебе на выходе строим. Каил, смотри, можно же, знаешь, как сделать? У вас же есть уже готовые дома уже, вот недостроенные чуть-чуть, да. То есть человеку есть сейчас деньги, можно же просто, вот он знает, что у него стабильный доход идет. Он взял, поселился, и вот как вот, ну, кредитование, да, он взял и заселился в вашу многоэтажку. Тут вопрос, знаешь, он не то, что он недостроен, это говорится, нет. Я не говорю, что сейчас вот по ключу есть уже, у вас готовый вариант, который уже можно взять. Это дом, который... Построил джек? Нет, не джек. То есть который подготовлен, например, может быть такой вариант для укладки, только плитки, ламинаты. Ты, скажем так, выбираешь свой, там, подвесной, ну, этот натяжной потолок, который ты хочешь, и красишь стены, либо там клеишь обои. Все, то есть это, грубо говоря, чистовая отделка. Даже чистовуху можно сделать. Иногда, да, иногда мы делаем полностью готовый дом, который ты можешь просто заехать, продать свою квартиру. Тебе сейчас самое интересное, не буду говорить, это комическая тайна. Ну, скажи, Михаил, скажи, строинвестмонтаж. Да, строинвестмонтаж, это для тех людей, которые... Не, ну мы серьезные вещи обсуждали. Для тех, которые хочут поменять что-то в своей жизни, и те, действительно, кто уже созрел на покупку дома, естественно, я могу подсказать, существует масса схем, ну, нормальных, адекватных схем, которые позволят вам уже здесь и сейчас, вот я уже рассказывал про сосновый убор, про недвижимость, что полтора-два года – это то время, которое вы можете сейчас построиться, продать дом, либо переехать в этот дом, сдавать свою квартиру или там заложить свою квартиру. Существует масса, еще раз говорю, схем для того, чтобы просто начать уже не тянуть вот это ермурабское закредитованности, да, а все-таки поменять подход. Вот, потому что грамотнее и логичнее всего заниматься инвестициями, а не брать кредит, ну, в виде ипотеки. Понятно, что ипотека все-таки является как двигателем для экономических процессов, таких как все-таки строительство и все, что с этим связано. Вот, ну что, Дим, как у нас по новостям? Министр культуры Крыма нецензурно прервала выступление главы. Ты знаешь, как меня сейчас нецензурно тут практически прерывало не один раз? А ты что-нибудь даже из нашего монолога-то вырежешь, можно даже ролик сделать тебе записать, ты же так-то вещи-то грамотные говорил, не все, но и говоришь же, правильно? Ну да, да, я там где-то что-то перепутал, где меня поправил. Мелочь какая-то, мелочь, да, хорошо, что есть ты, да. Вроде бы новости говоришь, а сам рекламу вставлять свою, денежную. В общем, Дмитрий что-то подсказывает по поводу министра культуры, который нецензурно прервал выступление главы полуострова? Целого полуострова? Нет. Все, что ли? Представили, как обезьянь, он сказал? Да, все равно там беда, да ты про... Попутали, что ли? Это скандал! Да, мы потом обязательно посмотрим и попытаемся разобраться вообще, что происходит, но по новости я вижу, что министр культуры Крыма нецензурно прервал выступление главы полуострова. Мерзкий, а? Да, у нас... Это все... Йота... Ну это хайп? Еще, блин... Неловкий момент. Ладно, разберемся. Может не надо? Пошли давай, короче, домой. Да, ну что, ребят, всем спасибо, кто досмотрел этот такой чудной эфир в виде новостей всяких там различных. Да, ну, если будет интересно, в общем, досмотрите. А с нами был Бумба и Дмитрий Галин, ну и я, Михаил Климчук, который общался вот с этим замечательным другом-эссанаром. На этом все, пока.